Ни один автовладелец не захотел бы оказаться на месте этой хрупкой девушки. 11 марта Лариса Кочеткова отдала свою иномарку в один из крупных рязанских автосервисов на ремонт. По прошествии двух недель она решила проверить, завершена ли работа, но неожиданно обнаружила весьма неприятный для себя сюрприз. Мой муж прибыл сюда, ну и дальше было все как в фильме ужасов. Он увидел, что бокс выгорен, автомобиль практически уничтожен, пожар. О том, что пожар здесь произошел сутки назад, нас никто не известил. Мы были вынуждены переживать ситуацию в одиночестве. Директора на месте не оказалось, а работники автосервиса дать какие-либо разъяснения по ситуации отказались. Ситуация ясна, как солнечный день. Испортил возмести. С этим вопросом Лариса и отправилась к руководству автосервиса. И получила абсолютно неудовлетворительный ответ. Примите, пожалуйста, претензию. Это вы обязаны сделать по закону. Нет, я вам ничего не обязан. По закону. Вот видите, вы говорите, вы отвечаете за свои слова. Вы порядочный человек. Я отвечаю за свои слова, а не за ваши. Не за мои? Вы примите претензию. Я отвечаю за свои слова, а не за ваши. Хорошо. У вас камера есть, нет? А, есть. Я оставляю вам претензию. Петензия произвела все-таки какой-то эффект появления здесь Оксана Вас, и вашего коллеги, камеры. И, наверное, действительно, к сожалению, люди по-доброму не готовы решать вопрос до тех пор, пока не почувствуют какую-то опасность. Опасность. Силу на них. На их силу другую силу. Да, на их силу другую силу. Человек, у которого повреждена вещь в результате выполнения каких-либо работ с этой вещью, в данном случае автомобиль, вправе требовать возмещение убытков в полном объеме. При этом дается трехдневный срок, в течение которого аналогичный товар, аналогичные изделия должны быть предоставлены человеку, у которого данная вещь повреждена. Если этого не происходит, то потребитель вправе требовать двухкратную стоимость. В данном случае, опять-таки, речь идет о независимой экспертизе, о стоимости, предъявлении претензий, в случае отказа, человек вправе обратиться в суд. В пятницу, как и договорились, Читака Читковых вновь наведалась к директору автосервиса. Но обещанных денег за сгоревший автомобиль и в этот раз Лариса не увидела. Единственное, чего нам удалось от него добиться, так это обещание встречи с юристом, который поможет составить расписку, юридически оформленную и грамотно, в том, что он обязуется вернуть стоимость автомобиля до момента его сгорания в автосервисе. Но больше пока ничего. Когда починят, автомобиль продаст, а потом вернет деньги. Но не знаю, имеем ли мы право требовать от него, чтобы эти сроки каким-то образом урегулировать до какого-то конкретного числа. Потому что чинить и продавать можно бесконечно долго. Этот вопрос владелец автосервиса, как утверждают эксперты, обязан был решить за три дня с момента пожара. Этого, как мы видим, сделано не было. Мы будем и дальше следить за развитием событий. Ну и последнее на сегодня, как известно, российский премьер Дмитрий Медведев провел в Симферополе совещание по дальнейшему социально-экономическому развитию наших новых регионов Севастополя и Крыма.